Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр Буду сегодня записывать для вас видеообзор Lenovo S650 Очень я соскучился за обзорами, у нас сумасшедшие задержки по нашей доставке, именно поэтому телефон не наш, телефон предоставлен интернет-магазином e-torbo kiev.ua, я ссылочку размещу в описании Очень хороший интернет-магазин, наши друзья товарищи, партнеры, вот будем обозревать их телефон, хоть что-то делать пока наш товар едет Итак, смартфон Lenovo S650 Вот такой вот он внешне Вот в такой коробке поставляется этот смартфон, все в принципе стандартно в комплекте Здесь у них стандартные вот эти все инструкции Есть гарнитура И есть вот такая вот качественная оригинальная зарядка с кабелем и с переходничком под наши розетки Перейдем непосредственно к нашему смартфону Смартфон, скажем так среднячок Цена его в Украине сейчас составляет примерно 200 долларов По нынешнему курсу гривны к доллару это примерно 1820-1800 гривен Вот примерно так Модель имеет 4,7-дюймовый дисплей матрица IPS 4-ядерный процессор хороший дизайн тоненький, аккуратненький очень так солидно смотрится Что у нас внешне? Внешне у нас есть закаленное стекло спереди у нас три сенсорных кнопки меню домой-назад есть у нас логотип Lenovo сверху динамик фронтальная камера на 0,3 мегапикселя есть датчик приближения датчик освещения и вот где-то здесь возле решеточки есть индикатор LED-индикатор там пропущенные звонки и тому подобное сверху у нас расположился разъем под наушники и кнопка включения-выключения по этой грани есть качелька громкости вверх и вниз снизу смартфон имеет разъем для зарядки microUSB и микрофон с этой грани нету ничего сзади смартфон имеет 8-мегапиксельную камеру есть вспышка есть логотип Lenovo сама крышка имеет такую рифленую поверхность на ней абсолютно не остаются отпечатки от пальцев ободок смартфона выполнен из пластика который вот так немножко хромирован думаю что со временем этот пластик этот хром может стираться и скажем так смартфон не будет уже так солидно выглядеть что у нас под крышкой под крышкой тут все в принципе более чем стандартно крышка кстати вот такая гибкая не поломается не переживайте здесь у нас есть 2000 аккумулятор 2000 мАч есть слот под microSD карточку и есть стандартно две больших нормальных сим-карты этот смартфон работает в стандарте GSM и WCDMA по сборке у смартфона нет вообще никаких проблем крышечка закрывается очень плотно сама конструкция телефона очень такая монолитная ничего нигде не хрустит не трещит никаких люфтов по мини нет мне очень нравится вот эти вот кнопки они настолько шикарно смотрятся они тоненькие аккуратненькие очень так четко нажимаются то есть само расположение меня тоже устраивает качелька громкости включение я привык у меня же UG2 там кнопка включения сверху мне довольно таки удобно ну и три сенсорных кнопки отрабатывают также на ура Lenovo S650 это та модель которая не имеет шикарного разрешения экрана здесь всего лишь 960 на 540 однако имеет отличную IPS матрицу которая нам выдает шикарную картинку мне очень нравится как отображаются все цвета на этом экране как он вообще себя ведет этот экран да есть некие преломления если его брать под углами но в принципе углы обзора отличные и экран если сравнивать его с тем же ZOPPO ZP820 у которого такие же характеристики то экран конечно небо и земля мне этот экран очень нравится прошивка здесь полноценная русифицированная как вы видите она не стандартная она скажем так с особым лаунчером здесь нет кнопки меню когда мы входим в общее меню внутреннее здесь все иконки все программы все на рабочих столах смартфон абсолютно не глючит не тупит в этом плане все шикарно мне этот смартфон этим очень нравится давайте посмотрим технические характеристики что у нас здесь собрано через программу Antutu данная модель набирает 16941 балл и что это у нас по характеристикам значит здесь 4 ядерные MTK6582 с частотой каждого ядра по 1,3 ГГц здесь гиг оперативки 8 встроенных поддержка карты памяти по поводу карты памяти сразу говорю это очень важно смартфон с ней работает отлично все большие игры большой кэш все загружается на карточку памяти без проблем как я уже говорил разрешение экрана 960 на 540 8 мегапиксельная задняя камера и на 0,3 мегапикселя фронтальная камера обращаю ваше внимание на то что у процессора MTK6582 графический ускоритель это Mali 400 а не SGX544 как у MTK6589 именно поэтому связка этого процессора с этим разрешением экрана дает нам великолепную производительность в любых современных играх будь это Asphalt 8 Modern Combat Dead Trigger 2 GTA San Andreas я установил на эту модель все идет максимально круто если вам нужен игровой смартфон небольшого размера тонкий аккуратный то это именно та модель которую нужно смотреть также я продемонстрирую вам какое количество FPS показывает эта модель в иномарке как вы видите 61 FPS это значит что с графикой никаких проблем нет с этим разрешением экрана также продемонстрирую вам количество точек касания здесь их 5 это достаточно для комфортной работы по поводу экрана также хочу добавить что изначально я когда мне партнеры выслали экран был идеальный я специально рассматривал его чуть ли не под микроскопом никаких битых пикселей не было однако после где-то суток двое использования вот в центре экрана появились две точечки битых пикселей ну говорю как есть однако это никак не мешает для пользования этим смартфоном цветопередача отличная черный цвет черный белый белый то есть с этим все супер какие датчики есть в нашем смартфоне можно проверить через программу Z-Device Test сразу же покажу вам что на этом смартфоне стоит прошивка в котором есть уже Play Market установленный из которого мы сейчас скачаем вот эту вот программу вместе с вами чтобы вы убедились в работоспособности этой прошивки вот эта программа скачивается скачивается быстро размещается где-то она сейчас вот здесь и давайте смотреть что же за датчики есть в этом смартфоне по стандарту здесь есть GPS Wi-Fi Bluetooth датчик приближения датчик освещения рабочий GPS я уже говорил вспышка вспышка довольно-таки средненького уровня то есть не очень яркая каких-то особых датчиков там гравитации здесь такого нет естественно датчик акселерометр есть как я уже говорил прошивка здесь у нас 4.2 версия полноценный русский язык куча интересного софта мне нравится что есть в этой прошивке в настройках такая вот обучалка учебник для новичков где можно включить ту или иную функцию посмотреть как устанавливается звонок как набираются клавиши как там работает батарейка все виджеты которые связаны с батарейкой как подключить компьютер какие-то там системные данные настройки экрана настройки безопасности то есть этим компенсируется то что в комплектах с этими телефонами не поставляются такие полноценные русифицированные инструкции также есть статус бар здесь все четко здесь все хорошо работает никаких я багов не вижу там по настройкам в плане софта телефон доработан и полностью отлично работает здесь также есть скажем так самые необходимые датчики и жесты в кармане вне кармана shake lock smart ответ то есть это все удобно и я думаю реальный покупатель реальный хозяин этого смартфона будет это все использовать на максимум экран напоминаю экран 4.7 дюйма IPS матрица 960 на 540 разрешение запас яркости у нас отличный то есть можно будет почитать в темной комнате книжку или поиграть в игрушку чтобы особо не давило это на глаза и запас яркости на спре солнца при прямых попаданиях солнца тоже читабельный экран давайте посмотрим какие-то картинки которые у меня здесь есть на смартфоне чтобы посмотреть что это за экран как он передает цвета как по мне экран шикарный за эти деньги то есть мне как он отображает картинку мне нравится по поводу углов обзора в этом смартфоне сейчас постараюсь вам продемонстрировать этот момент вот эта картинка вот смотрите сами делайте выводы сами как отображает цвета под разными углами мне нравится в этом смартфоне и так можно перейти в принципе к производительности то что воспроизводит эта модель фильмы это все понятно то что воспроизводит эта модель какие-то онлайн трансляции из ютуба это все понятно как работает звук в этой модели я вам хочу сказать что звук отличный звук отличный как во время воспроизведения видео так и подается на наушники отличный звук то есть есть достаточный запас мостов это вот внешний динамик довольно таки громкий по поводу наушников в наушниках звук шикарный я тестировал наушники стандартные из комплекта ну наушники такие себе с моими личными наушниками звук шикарный мне очень понравилось то есть музыку покупать смартфон для воспроизведения и для постоянного прослушивания музыки этот смартфон можно однозначно и так современные игры Asphalt 8 GTA San Andreas Dead Trigger 2 NFS Most Wanted давайте смотреть как вы можете видеть я установил обновленную версию этой игрушки графику выставляем на максимальный уровень и перезапускаем эту игру еще раз проверяем качество выставленной графики оно максимальное и давайте смотреть что мы можем выжать выставленной Следующая игра, которую я хотел вам показать Это новая GTA San Andreas Смотрим, какая графика у меня выставлена Как вы видите, здесь у меня выставлено абсолютно всё Всё, что только можно, всё на максимум Ну и давайте теперь смотреть, как воспроизводится эта игра Игрушка немножко подтупливает Максимальные у меня характеристики стоят Максимальные тени, максимальная видимость Если снизить вот эти все дела То я думаю, в принципе, в игру можно шпилить с удовольствием С хорошей физикой Всё будет супер в этом плане Следующая игра, которую я хотел вам показать Это Dead Trigger 2 Опять же, я выставляю во всех играх максимальные настройки графики Какие только позволяет телефон, да и сама игра Смотрим на качество графики, которая выставлена Выставлена высоко И давайте запускаем первый попавшийся тур Продолжение следует... I'll take that Ещё хотел вам показать напоследок игрушку NFS Most Wanted Смотрите, как она идёт на этом смартфоне Абсолютное большинство смартфонов эту игру воспроизводят Либо как-то медленно, либо она идёт как-то непонятно Вот здесь идеально, физика, всё максимально классно И играться одно удовольствие Также хочу поговорить с вами о аккумуляторе Аккумулятор в этой модели, я напоминаю, 2000 мАч И я, как всегда, тестирую аккумуляторы на максимум И, значит, делаю тест в программке Antutu Tester В этот раз я делал всё то же самое В Antutu Tester эта модель у меня набрала 683 балла Это, в принципе, очень хороший результат Далее я начал тестировать эту модель через игру То есть это Epic Citadel Вот вы это можете видеть 100% аккумулятор в 18-28 время Когда у меня был аккумулятор на 15% 21,05 То есть, если посчитать, то это примерно получается 2,5 часа в игре Что не есть очень большим показателем времени Не есть очень хорошим результатом Далее я тестировал фильмы То же самое 100% 0,013 И 7% 0,346 Это значит, что на фильмах у меня смартфон с максимальной яркостью Со звуком продержался чуть более 3 часов 30 минут Также по личным наблюдениям сказать, что Когда аккумулятор у вас заряжен на максимум То есть 100% То разряжается он до 15% В принципе, стабильно, размеренно И без скачков вверх-вниз Когда у вас аккумулятор доходит Где-то до процентов 10 Он может за минуту разрядиться до 5 И выключиться То есть здесь, скажем так Не совсем откалиброван аккумулятор Если говорить о GPS Здесь все без нареканий Я его тестировал Спутники он ловит отлично Я тестировал в GPS-тесте программки И в Navitel Я его карты прогружаю через Wi-Fi Все как полагается Все как всегда По поводу камеры Камера в этой модели Как я уже говорил 8 мегапикселей Основная И 0,3 мегапикселя фронтальная Видеосъемка записывается в формате Full HD То есть качество видео отличное Мне понравилось Потом покажу Фото в принципе Довольно-таки хорошего качества Далее видны Ну, наверное, хотелось бы Получше Скажем так Я фоткал и Лист бумаги В принципе, лист бумаги Все хорошо видно Фронтальная камера мыльная То есть это такая камера Как где-то в Lenovo P780 Но основная камера меня порадовала За эти деньги в принципе достойно Из каких-то таких особенностей В этой модели я могу сказать Что OTG функция здесь не работает Она не предусмотрена Здесь есть индикатор пропущенных звонков Сама модель очень тоненькая И очень такая изящная В подведении итогов хочу сказать вам Что какие конкуренты есть у этой модели За эти же деньги в районе 1800 гривен Вы сможете купить THL W200 Который по надежности Значительно проигрывает Любому аппарату от Lenovo Многочисленные у нас обращения были По камерам у той модели Поэтому модель хорошая Но по качеству не дотягивает За эти же деньги только чуть-чуть дороже Вы можете взять или попробовать взять Xiaomi Red Rise По качеству они будут наверное одинаковы По качеству экрана там экран будет лучше За счет того что разрешение выше камеры Производительность там будет идентична То есть либо это либо Xiaomi Red Rise Что могу сказать негативного про эту модель Мне не понравился уровень приема Wi-Fi У меня сейчас в домашних условиях стоит Скажем так не совсем крутой роутер Такой как был раньше И этот смартфон По сравнению с моим GAU-G2 Ловит сеть в два раза хуже То есть когда у меня на GAU-G2 Показывает четыре палочки В самой отдаленной точке моей квартиры Эта модель показывает одну палочку То есть это можно отнести К минусам этой модели А так смартфон мне очень понравился Спасибо вам за внимание Кому понравилось ставьте лайки Отписывайтесь, пишите комментарии Заходите к нам на сайт Заходите на сайт К нашим партнерам Е-Торбо Киев ЮА Ссылочку я размещу Спасибо, всего доброго!